Друзья, добро пожаловать в компьютерную мастерскую Happy PC. Сегодня у нас будет непростая сборка, просто по причине того, что она собирается достаточно популярному человеку. Она собирается Вячеславу Измаилову. У него есть канал Жизнь.ВА, на котором больше 4 миллионов подписчиков, и они там делают какую-то крутую дичь с машинами. Я думаю, те, кто его смотрят, сразу поймут, о чем я веду речь. И сегодня будет сборка для него непосредственно. Причем компьютер, который пойдет в домашнее использование. То есть эта сборка будет не под монтаж видео, у него там есть действительно крутой компьютер. А это будет сборка, которую он хочет для себя любимого, чтобы порубиться в современной игрушке. Он с нами вышел на связь, связался с Никитой. Они обсудили абсолютно все, что необходимо для сборки. И вот у нас уже есть комплектующий на рабочем столе. Соответственно, сегодняшний ролик будет непосредственно на то, что мы соберем этот компьютер, затестируем. И я очень надеюсь, что Вячеслав останется доволен. Я благодарен тем, что такие ребята нам доверяют. Это, мне кажется, хороший шаг в развитии нашей компьютерной мастерской. Спасибо тебе, Никита, что, так сказать, с ним все моменты согласовал. И сейчас давай начнем с того, что обсудим, что у нас тут за компьютерное железо и сколько оно стоит. Общая стоимость сборки 230 тысяч рублей. И по сегодняшним меркам это считается, Никит, наверное, такая золотая середина с точки зрения игрового компа. То есть это не мало, но это не так уж много. Ну, слушай, с учетом цен на видеокарты и процессоры, да, это средний такой бюджет, который ты берешь, собираешь и спокойно начинаешь играть в 2-4К разрешении без каких-либо проблем. То есть вы должны понимать, что за 230 тысяч все самого топового вы взять не сможете. Но при этом это сборка, которая имеет потенциал, ну, минимум на ближайшие лет 5, а то и больше. Давай начнем с самого центрального, потому что это процессор. Процессор это то, что вообще, в принципе, из любой комплектующей тут не запустится, да, кроме корпуса и охлада. Все остальное, все остальное... Да, потому что даже без охлада, ну, на первые секунды 30 он запустится. Тем не менее, друзья, здесь у нас i5-13600KF. 1700-й сокет, 13-е поколение, 20 потоков, 3,9 в базе и до 5,1 в турбобусте этот прот сможет. Как часто вы на этих процессах собираете сборки, Никита, сейчас? Слушай, практически всегда, когда они были по нормальному ценнику, ну, по наличию в ДНСе, в том же, там, в районе 28-29, сейчас у него ценник возрос. 36 тысяч рублей, какой кошмар. Да, от 32 до 36 тысяч рублей, в зависимости от того, где брать. И при этом, при всем, сейчас есть 13500, который, в принципе, слабее будет, чем 13600KF, но его, в принципе, тоже хватает. Но 13600KF это на то и, можно сказать, топовый i5, который сейчас никто не может переплюнуть. Его берешь, ставишь даже 40-90 туда и спокойно в 4К гейминге гоняешь под любой задачей. И при этом, при всем, ты еще и рендерить можешь видосы параллельно. И на него дают гарантию целых 12 месяцев, так что минимум год можно быть спокойным. Кстати, интересный момент, то, что 3600 и 36 тысяч рублей стоит. Вот так вот они в созвучном магазине, судя по всему, выбирали. Процессор, безусловно, вставляется в материнскую плату. И здесь материнская плата, Никита с Вячеславом подобрали, ну, я скажу, которая должна удовлетворить всем требованиям. Это у нас Z690, Tomahawk Wi-Fi. И из прикольных моментов, которые MSI сейчас продвигают, у них везде бусты. У них есть Core Boost, у них есть Memory Boost, у них есть Audi Boost. И все это чудо, эта материнская плата поддерживает из прикольных моментов. Wi-Fi 600 истерии, конечно, Psi Express Gen 5. И нужно понимать то, что почему вот эти бусты. Они утверждают то, что если ты сюда устанавливаешь процессор, который магет, то за счет грамотной оптимизации системы питания, здесь у нас 16 плюс 1 плюс 1 фаза, грамотно получается этот процессор, ну, назовем так, раскрыть, если выразиться грубо. То же самое за счет отдельной изолированной, по сути, шины между, получается, процессором и оперативной памятью. Оперативная память может брать самые высокие частоты. И сегодня мы должны в этом, будем убедиться, потому что, Никтос, что у нас за память сегодня? Память, я бы сказал, что супервысокочастотная, но при этом при всем это у нас T-Crate на 6000, CL36, если мне память не изменяет, модули, которые идут, скорее всего, на хениксах, м-даях, если вы там берете, рассмотрите 6800, 6000, то, скорее всего, там будет а-дай. Но при этом при всем м-дай неплохо себя показывают по пропускной способности и даже гонятся очень хорошо. И это, наверное, одна из самых популярных в вашем памяти, которая в один момент просто пропадала с прилавков, потому что я ее искал везде. Да потому что ты ее разрекламировал, ее просто, мне кажется, все абсолютно сносили, и действительно за свою цену, свой объем, и по характеристикам они очень были популярны. И вот я со стороны, наблюдая за ребятами-сборщиками, понимаю то, что если эта память стоит, значит, все должно быть нормально. И по браку, по-моему, какие-то... Слушай, ни одного T-Crate от компании Team Group, что SSD-шки, что оперативной памяти, пока еще не было. Мы DDR4 очень часто ставим. В отличие от XPG, которых гораздо больше, в принципе, но у них брачок замечается периодически. Да, бывает такое. Так, хорошо, с памятью все понятно, ну и раз мы про память заговорили, нужно также сказать то, что у нас под систему у нас всего лишь 1 терабайтник будет, и все? Да, 1 терабайт. Что он сказал, больше не надо? Больше пока не надо, если что, там в любой момент можно добавить. У него самые современные игрушки, если, мне кажется, накачать сейчас терабайтник. Терабайтник сейчас звучит как... Я предупреждал, я говорил, что 4-5 игр, но, в принципе, человеку хватит. Ну да, как раз-таки поставить самые любимые игрушки. Что у нас тут? 3D Nant S11 Pro на терабайт, PC-Express, красная SSD-шка. У него DRAM-буфер есть на 1 гигабайт, DDR4, поэтому будет подгружаться очень все быстро. Я вот думаю, в этом мы действительно убедимся. Так, теперь самое главное, потому что компьютер, как сказал Вячеслав, будет исключительно для домашних игрушек. Что у нас по видюшке? Слушай, 4080 очень дорого, 4090 катастрофически дорого, 4070 идеальное решение, поэтому у нас 4070. Кстати, ты сказал, очень дорого ядрить, колотить идеальное решение. Одна видеокарта эта стоит 105 тысяч рублей, друзья, сейчас. То есть, если ты хочешь себе 4070, это кошмар какой-то. А дальше потом сможешь 4080, 145 тысяч рублей, и под 200 тысяч стоит 4090. Ну, на нее хотя бы гарантию 3 года дают. Да, это версия от MSI Gaming X3, довольно тихая, при этом при всем по охлаждению очень хорошая. Вот недавно, кстати, совершенно собирали, до 68 градусов она в полной нагрузке в стресс-тестах себя показывает. То есть, у нее будет по температурам, что по шуму, все отлично. Ну, шикарно, соточку вам придется выложить за топовую видеокарту. Кстати, интересно, что у Вячеслава в компе для рендеринга стоит 3080, а в компе для игрушек у него 4070 Ti будет, хотя тут же 12 гигов. Да, GD6X памяти, но слушай, 4070 Ti будет поинтереснее. Повеселее, мне тоже кажется, в некоторых моментах, поэтому, возможно, он захочет и на этом компе тоже поредактировать. А другой вопрос, тут уже объем оперативной памяти. Ну, при желании, можно будет добавить, потому что все, два слота, еще два слота. Ну, даже, так скажу, добавить такой же памяти, на 6000 она поет, четырьмя планками. Шикарно. Так, из классических моментов, которые, мне кажется, стабильные, надо инвестировать, я так скажу, в Deepcool. Да. Потому что эти ребята, вот... Они захватывают. Что они делают стабильно, так это система охлаждения, блоки питания, пока что, как мне кажется, очень-очень мало брака. И в данном случае LT720, она уже всех, наверное, замучила. Но при этом это грамотное популярное решение. Трехсекционная водянка за 12 тысяч рублей, которая... У меня есть один минус. Какой? Это немножко шумноватые вентиляторы. В остальном минусов больше нет. Но на фоне работающей системы, мне кажется... Если их правильно настроить, и они не будут взлетать в 1800-1900 оборотов, то будет все замечательно. И что ты про блок скажешь? CVT, CVG платформа, 850 Ватт, ATX 3.0, PCI-Express, новый коннектор 12VH Power. Все сейчас блоки абсолютно делаются на одной и той же платформе. Возьмите тот же Thermaltake, тот же MSI, тот же Titan Gold, тот же Deepcool. Все будут на одной платформе построены. Поэтому Deepcool просто был по цене более приятен. И у него 12VH Power не в паракорде завернутый, а он будет просто ровненький проводочек. Ну а я от себя добавлю то, что на этот блок дается гарантия 10 лет. Ядрить, колотить. То есть ваша сборка уже давно умерла, а блок продолжает жить в другой системе, скорее всего. Это приятно. Золотой сертификат, и 13900 вам за него нужно будет отвалить. Кстати, память 11300. И я не сказал то, что у нас... Где у нас материнская плата? А материнка 24 тысяч. 22-24 тысяч. Что у нас еще осталось? Тут пожелание было непосредственно самого Вячеслава. Это этот корпус, да? Фантекс. Я старался продвинуть ланкул третий, но Вячеславу захотелось, чтобы он был в металлизированном таком цвете. Он красивый. В чем его плюсы, минусы? Что скажешь, Никита? Единственный у него минус, это в том, что у него передняя панель, все-таки не суперсетчатая. Я сейчас поверну вам все, покажу. У нас здесь не сетка, но при этом при всем большие довольно пространства для забора воздуха. И при этом при всем у нас здесь не супертоповое железо, ни какой-нибудь 13900K, ни 4090. Продува здесь хватит. Ну и сверху то, что у него продув тоже не такой сильный, но при этом при всем здесь тоже довольно много места воздуху есть, куда уходить. А так кейс очень красивый, очень функциональный. Название Galaxy Sealer у него цвет. То есть, ну, прям, такие, куда там. Называется вселенское серебро. Ну что же, должно быть красиво, мощно, я надеюсь, прохладно. Сборка современная, за 230 тысяч рублей. Я предлагаю ее, Никитоз, красиво подсобрать. Может, я тебе даже из чем-нибудь помогу, по крайней мере, DDR5 память в слот устанавливать. Я еще не забыл, как. Приятного вам, друзья, просмотра. И погнали, надеюсь, получится классный комп. Возьму на себя ответственность сделать самое приятное. Это открыть сокет, аккуратненько, и закинуть туда непосредственно сердце компьютера. Наш процессор. Давай. Вернее, не наш, а Вячеслава. Опа. Аккуратненько. Все. Установлен, красавец. Из интересных моментов на этой материнской плате еще то, что здесь отдельный присутствует коннектор с более высоким амперажом для помпы. То есть сейчас, поскольку водяное охлаждение очень сильно популярно, то производитель на этом делает акцент. И здесь есть помпфан, который вроде по заявлению должен более стабильный ампераж выдавать. И в этом плане водянка должна работать четче и логичнее. Давай посмотрим. У нас приоритетные слоты тоже по классике. И DDR5 устанавливается. Теперь тоже сюда красиво. Причем я смотрю, обматовая, да? Это у нас память. Она такая. Тут все старалось собираться. Знаешь, в таких черных цветах. А то посильнее. DDR5 это не DDR3 уже. Да, плотненько она входит. Придется даже вот так вот. Все. Я сделал все, что мог. Теперь не говори, что комп работать не будет. И посмотри, конечно, насколько расширены усиленные сейчас радиаторы. И RM-зоны тоже идут. Поэтому Core Boost, я надеюсь, здесь абсолютно заслуженно. Все, комп практически собраны. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Друзья, вы только что посмотрели красивую перебивку уже собранного компьютера. Это означает, что он полностью работает. За что спасибо оператору Жене. И Вячеслав сказал, что он любит играть в Apex. Соответственно, в Apex мы сегодня и затестируем. Это будет единственная наша игрушка. Ну-ка, аккуратненько. Опа. Надо было спрятаться. Посмотрим, как себя чувствует. У нас 2К-монитор. Полные ультра-настройки. И 165 Гц. У нас видеокарта в режиме Silent Bios. И что мы видим? Мы видим, что она загружается на сотку. То есть 95% она работает. Частота 2,800. Потребляет в районе 220-230 Вт. При этом проц, друзья, 5,1 ГГц. И температура 48 градусов. Идеально тихо работает. И проц 56-51 градус. И 62 Вт потребляет. Ну, потому что Apex полностью не загружает его на полную катушку. Соответственно, здесь все очень-очень получается... Оп, надо прятаться. И последнее, что нам, друзья, самое важное, это посмотреть FPS. И FPS у нас в районе 110-120, даже 130 держится. Это означает то, что Вячеслав сможет насладиться своей любимой игрой на ультра-настройках. Я надеюсь, в ближайшие несколько лет. Без каких-либо нюансов. Подводя итоги, друзья, обязательно перейдите по ссылочке в описании. Я там оставлю канал Вячеслава. Я думаю, ему будет очень приятно, если вы перейдете и подпишетесь. Для тех, кто любит автомобили, это будет особенно прикольно. Ну и сегодня мы с вами посмотрели сборку за 230 тысяч рублей. Которые по сегодняшним меркам являются, наверное, с огромнейшим запасом прочности и производительности под все современные игрушки. Ну и неудивительно, потому что хороший бюджет, хорошее железо, ну и эстетически красивая сборка. Спасибо, друзья, что посмотрели. И не забудьте, друзья, то, что у нас 24-го числа будет открытие в Калининграде. Куда пойдет оператор Женя. Я надеюсь, подснимет открытие нового нашего хэппи-пи-сишного офиса. Там будет своя атмосфера и свои сборки и компьютеры. Поэтому, кто будет в Калининграде, кто живет в Калининграде и может посетить 24-го числа в 12 часов дня, подходите по вот этому адресу, друзья. Там у нас будет небольшой розыгрыш призов. Можно будет с нами поздороваться и увидеть команду Питера, Воронежа, Калининграда, ну и Белгорода. На этом точно все. Увидимся в новых компьютерных историях. Классных вам сборок на рабочих компьютерных столах. Пока-пока.